Братья и сестры, я вас тоже всех приветствую. Мир вам. Вы знаете, есть два очень важных вопроса, обсуждению которых христианство посвятило не одно даже десятилетие. А можете себе представить сотни лет? То есть вот сотни лет от времени того, как организовалась Церковь Господа Иисуса Христа, было два очень важных, ну, в какое-то время очень сложных вопроса, на которые пыталось ответить христианство. Первый вопрос – это «Как Бог стал человеком?». И потом последовал следующий вопрос, второй вопрос – «А почему Бог стал человеком?». Как первый, так и второй вопрос неразрывно связывают нас с вами с Личностью Иисуса Христа. Как Бог стал человеком? И со служением Иисуса Христа, почему Бог стал человеком? Дело в том, что именно так и читается Новый Завет. Изучая книги Священного Писания, особенно послания Нового Завета, очень сложно не заметить, как много и как часто и как многогранно авторы книг Нового Завета говорят и о Личности Иисуса Христа, и о служении Иисуса Христа. Почему? Потому что настолько угрожающим, настолько сложным является положение грешного человека и грешного человечества. Вы знаете, вот иногда в Священном Писании, вот говоря о Личности Христа и о служении Иисуса Христа, используется язык из зала, где проходит судебное разбирательство, где проходит суд справедливый. Судья рассматривает неоспоримые доказательства вины человека. И вот в этом зале, где человеку несколько раз уже было объявлено виновен, 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 единственной надеждой становится Личность и служение Иисуса Христа. И Священное Писание говорит, что мы в зале суда получаем оправдание, получаем оправдание даром. Иногда в Священном Писании используется язык храма, а где человек не способен войти в присутствие Бога. То есть устройство храма говорит именно об этом. Открытого доступа человека к Богу нет. Единственной надеждой человека увидеть лицо Бога, Единственной надеждой человека увидеть лицо Бога становится Личность и служение Иисуса Христа. И Священное Писание говорит нам, что есть путь новый, путь живой, который открыл для нас с вами во святилище Господь Иисус Христос Своей кровью. В других местах, в других случаях Священное Писание использует язык древнего рынка, где на продажу выставляются рабы, мужчины и женщины. Это был аукцион, где покупал тот, кто давал самую высокую цену. И опять Писание говорит нам о том, что Христос приходит на этот рынок, Он через Свою смерть на кресте платит цену искупления для того, чтобы мужчины и женщины, они получили освобождение от рабства в грехе. Писание говорит, вы куплены дорогою ценою. Каждый из этих отрывков по-своему отвечает на вопрос, для чего пришел Сын Человеческий, для чего Бог стал человеком. Христос пришел принести человеку оправдание, Он пришел сделать возможной милость Бога и пришел сделать возможным искупление человека от Его грехов. Сегодня мы вместе посмотрим еще на одну иллюстрацию Священного Писания. Эта иллюстрация принадлежит уже миру нарушенных отношений, миру вражды и миру отчуждения. Может быть, недостаточно ясно, могут быть понятны иллюстрации Древнего мира, может быть, храма или работорговли, но, скорее всего, атмосфера вражды, атмосфера отчуждения нам очень хорошо понятна. Дело в том, что война, ненависть, вражда – это контекст последних столетий истории человечества. В нашем обществе есть огромные организации, деятельность которых заключается в том, чтобы способствовать примирению, организации объединенных наций, международная организация, созданная для поддержания и укрепления мира между странами. Мы с вами очень хорошо понимаем ценность мира между странами. Я думаю, вот многие из нас, мы ведь прожили развал Советского Союза, если вспомнить вот эти вот 90-е годы, когда с неудержимой силой здесь и там вспыхнули страшные межнациональные конфликты. То есть мы с вами знаем, ну хотя бы отчасти, хотя бы чуть-чуть, мы с вами знаем и понимаем ценность мира между странами, между народами. Но даже если не говорить о больших организациях или обществе в целом, мы хорошо понимаем пагубность вражды и ценность мира. Мы с вами понимаем ценность мира в отношениях мужа и жены, не так ли? Мы с вами понимаем ценность мира в отношениях между родственниками. Мы с вами понимаем ценность мира и пагубность вражды между партнерами по работе. Вы знаете, вот из того, что Священное Писание говорит о личности и о служении Иисуса Христа, позвольте напомнить еще одно понятие, еще одно то, что сделал Господь Иисус Христос для нас с вами – это примирение. Примирение или восстановление нарушенных отношений. Я приглашаю вас к одному из библейских текстов прочитать, чтобы вместе изучить этот библейский текст. Очень яркий, я думаю, знакомый для нас с вами текст. И 2-го послания Коринфянам, 5-я глава, мы будем читать с 14-го стиха. 2-е послание Коринфянам, 5-я глава, мы прочитаем с 14-го стиха. «Любовь Христова объемлет нас рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христовой, как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвуя за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. «Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божие нечетно было принято вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». А в этом отрывке, в изучении этого отрывка мы попытаемся ответить на следующие несколько вопросов. Но вот почему необходимо примирение, о котором не один раз говорит апостол Павел. Также посмотрим, как Павел отвечает на вопрос о том, как происходит примирение. Конечно, посмотрим на результаты или действия примирения. Итак, почему необходимо примирение? Конечно, полезно будет начать с самой основной или самой главной причины всех нарушенных отношений. То есть вот все нарушенные отношения, будто семья, родственники, страны, они имеют определенный корень. То есть есть причина, главная причина всех нарушенных отношений. Вот этот библейский текст открывает нам эту причину. Вы знаете, вот как иллюстрация, можно провести особенность нашего времени. Вот достаточно много сегодня говорят, ну вот так называемом, о психическом состоянии человека. Допустим, люди, которые умеют приспособиться к условиям жизни, люди, которые могут разрешать жизненные проблемы, обычно считаются психически здоровыми людьми, не так ли? Если же человек каким-то образом не справляется с повседневными задачами в личной, семейной жизни, может быть, на работе, когда человек не в состоянии достичь каких-то целей, если в нем есть вражда, если он враждует, если ненависть, одиночество, отчуждение, то такое считается одной из степеней психического расстройства. Знаете, вот что интересно, что общество сегодня взялось бороться с отчуждением человека, но бороться так, как если бы это было просто болезнью. Таким образом, то, что Библия, Священное Писание называет греховным поведением человека, оно стало одной из медицинских категорий. Мы интенсивно продолжаем поиск лекарства от греха, как будто можно вылечить грех путем медицинского вмешательства. Я думаю, мы с вами прочитали один из ярких библейских отрывков, который очень ясно говорит о самой глубокой проблеме всех разрушенных отношений – отчуждение между Богом и человеком. Вы знаете, это корень, это источник, это источник, который поражает все остальные отношения, это источник, который поражает личность, семью, общество. В первую очередь, Священное Писание говорит всем людям и нам с вами напоминает, что человек нуждается в мире с Богом. Человек нуждается в прощении грехов и в мире с Богом. Посмотрите, как интересно, как глубоко и немножко непонятно для нас Писание открывает причину нарушенных отношений Бога и человека. Но почему же теперь в отношениях Бога и человека нет гармонии? Почему же теперь необходимо примирение? Вот в 15 стихе Павел говорит так, что Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили. Живущие уже не для себя жили. Вы знаете, вот еще с 4 века в нашей христианской вере существует фраза, которая открывает состояние человека, испорченного грехом. А в переводе с латинского языка, на котором она была впервые услышана или использована, эта фраза, это выражение обозначает обращенный внутрь себя. Обращенный внутрь себя. Что можно сказать о человеке после грехопадения? Вот какое действие грехопадение оказало на человека? И вот эта вот фраза, обращенный внутрь тебя, она теперь описывает жизнь, прожитую для себя, а не для Бога. Жизнь, человек, который теперь, он живет для себя, а не для Бога и не для других. То есть очень с давних времен христиане так понимали человека после грехопадения, сосредоточен на себе. Посмотрите, что говорит нам Павел. Не для себя жили. Живущие не для себя жили. Между прочим, сравнительно недавно уже светские ученые, они тоже пришли к выводу и начали соглашаться с тем, что быть сосредоточенным на себе это самое настоящее, действительно, расстройство личности человека. Быть сосредоточенным на себе, даже светские ученые говорят о том, что это расстройство личности. Я думаю, вы слышали, знаете, что в связи с этим вспомнили, начали применять имя одного из героев греческой мифологии, имя Нарцисс. А Нарцисс был очень гордым и самовлюбленным человеком, который с пренебрежением относился к остальным молодым людям. И вот за это Нарцисс он получает наказание. Очень интересное наказание. Во время охоты юноша в речке увидел свое отражение. Знаете, что произошло? Влюбился в это отражение. Влюбился в самого себя. И причем так сильно, что не мог расстаться со своим отражением. Он просто умер от голода и от страданий. И вот на том месте, где умер юноша, вырос красивый цветок, который называют теперь его именем, а цветок Нарцисс. Сегодня с именем этого молодого человека связано свойство характера, которое заключается в чрезмерной самовлюбленности и завышенной самооценке. Дело в том, что все это стоит большим контрастом к божественному замыслу. Божественный замысел для человека заключается в том, чтобы человек жил для Бога. Божественный замысел для человека заключается в том, чтобы прославлять Бога и чтобы человеку наслаждаться Богом. А вы можете себе представить, насколько искажен теперь замысел Бога? То есть Бог, когда сотворил человека, у него был замысел, чтобы человек наслаждался Богом, жил для Бога, а человек теперь живет для себя. А вы можете себе представить, как вот эта вот вообще идея, она может, ну, звучить сегодня для современного человека. Можете себе представить себя, вот когда пойдете на улицы людям, которые живут тут простой светской жизнью, они как-то наслаждаются этим миром. Вы можете себе представить, что вот скажете им, что цель вашей жизни – жить для Бога и наслаждаться Богом. От нами будут смеяться, не так ли? Вы знаете, один из христианских авторов, он так очень интересно и метко подметил, он говорит, что дело в том, что для современного человека идея или смысл жизни для Бога, она кажется адом. Если вы будете говорить, что смысл жизни человека – это жить для Бога, для современного человека – это настоящий ад. Вам скажут, нам такого не нужно, люди от такого сегодня убегают. Итак, вместо того, чтобы находить глубокую радость в общении с Богом, в Боге человек от Бога находит отчуждение. А вы знаете, чем это страшно больше всего? Это страшно больше всего тем, что человеку кажется, что из-за отчуждения с Богом ему ничего не угрожает. Человеку кажется, что из-за отчуждения с Богом ему ничего не угрожает. Однако в Священном Писании есть очень отрезвляющая истина, которая говорит о том, что всем нам должно явиться в предсудилище Христово. Отрезвляющая истина Священного Писания говорит о том, что Бог будет судить тайные дела человека. Итак, искаженный замысел Бога и как результат отчуждения человека и Бога. Это легко заметить не только в том, что человек сосредоточен на себе, но и в том, как враждебно человек вообще относится к идее существования Бога и особенно к идее существования Святого Бога. Посмотрите, как на фоне состояния человека выделяется служение нашего Господа Иисуса Христа. Иисус Христос пришел для того, чтобы заменить отчуждение человека примирением. В нашем отрывке слово «примирение» в разных формах встречается пять раз. Апостол Павел себя называет посланником с удивительным сообщением для человека. Бог во Христе примирил с собой мир. Теперь мы призваны примириться с Богом. Я думаю, вот если читаешь вот эти вот слова и пытаешься понять, что же хотел сказать апостол Павел, ну, кажется, что немного странно звучит проповедь апостола Павла в церкви. И вот кажется, примиритесь с Богом, а такое можно и нужно говорить на улице, но не в церкви, не во время богослужения, но не в церкви города Каринф писать вот эти вот слова «примиритесь с Богом». Знаете, вот апостол Павел как будто бы в своем письме подчеркивает, братья и сестры, верующие города Каринфа, «Больше всего вам, нам нужно слышать Евангелие». Больше всего вам и нам нужно слышать Евангелие. Евангелие, которое нужно слышать, это то же самое Евангелие, которое Павел проповедовал на улицах города Каринфа. Я думаю, открывается очень важный принцип нашей с вами жизни. Независимо от того, верующие мы или нет, христиане мы или нет, наша самая большая потребность – слышать Евангелие. Наша самая большая потребность – слышать Евангелие. Вы знаете, для чего? Чтобы ответить Евангелию. Чтобы этому Евангелию, Евангельской вести, благодати Господа, откликнуться на спасительную благодать и веру в Иисуса Христа. Следующее. Как происходит примирение? В 19 стихе Павел говорит нам о том, что примирение происходит во Иисусе Христе. Бог во Христе примирил с Собою мир. И также апостол Павел отвечает на вопрос, как происходит это примирение. Это 21 стих. «Не знавшего греха Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Я думаю, если вы следите, как этот текст звучит на английском языке, посмотрите, пожалуйста, очень интересно, где текст говорит о том, что «не знавшего греха Бог сделал для нас грехом». То есть язык оригинала, скорее всего, можно перевести в двух смыслах. Есть смысл в том, как в нашей русской Библии написано, что Он, не знавшего греха, сделал для нас жертву из-за грех. Но и опять, читая язык оригинала, может сделать и другое предположение, что все-таки Павел писал о том, что Бог Иисуса Христа сделал грехом, а для нас с вами, за нас с вами. Вы знаете, вообще из того, что Христос сделал для человека, все считается важным. Но из то, что называется сердцем, а сердцем – Евангелие. Обратите внимание, что Бог примирил с собой мир не тогда, когда Христос стал человеком, а когда Христос стал жертвой. Бог примирил с собой мир тогда, когда Иисус Христос стал жертвой. Это, скорее всего, и есть сердце Евангелия. А больше того, текст не только говорит о том, что Бог сделал Христа жертвой, но и о том, что верующего Христа становится праведным перед Богом. Очень интересный, а может быть неожиданный, конечно, таинственный, но все-таки чудесный обмен. Посмотрите, что говорит нам Священное Писание. «Иисус Христос, который не знал греха, стал жертвой за грех». «Мы с вами, которые не знали праведности, стали праведными перед Богом». Неожиданный, таинственный, чудесный обмен. «Иисус Христос, который не знал греха, стал жертвой за грех». «Мы с вами, которые не знали праведности, стали праведными перед Богом». Вы знаете, далеко не просто интересная игра слов, игра выражений. Это не просто идея отрывка. Вот ученые люди, которые много своего времени посвящают изучению священного писания, язык оригинала, вы знаете, вот они говорят о том, что, они отмечают следующее, что вот корень слова примирение, вот примирение в том контексте, в той культуре, когда говорил, писал апостол Павел, в посланиях Нового Завета оно имеет следующее значение – сделать обмен. То есть корень слова примирение имеет следующее значение – сделать обмен. Что-то похожее использовалось, допустим, при обмене денег, когда вы, ну, человеку давали монету, какую-то купюру, а взамен получали другую валюту. Это сердце Евангелия. В Иисусе Христе Бог совершил уникальный обмен. Он сделал Иисуса Христа жертвой за грех, а мы получаем праведность Господа. Вы знаете, это опять непростая, интересная идея, отрывка. Именно значение обмена можно проследить в том, как проходили жертвы Ветхого Завета. Это очень легко вспомнить. Как проходил вот этот ритуал жертвы за грех, когда человек приносил это животное, а ему нужно было возложить руки на голову животного, что было символом признания грехов человека. И затем, ну, символически, грехи человека, они переходили на животное, переносились на животное. То есть у животного, а не было греха, но оно становилось жертвой за грех. Это был видимый символ для человека, который приносил эту жертву не только прощения грехов, но и того, что прощение грехов имеет цену. То есть люди в Ветхом Завете очень хорошо понимали, что прощение грехов, оно имеет цену. Они понимали, примирение человека и Бога, оно имеет цену. Почему они это понимали? Потому что вот этот обряд жертвоприношения постоянно повторялся. Обряд жертвоприношения постоянно повторялся. Это еще говорило людям о том, что животное не может забрать грехи человек. То есть люди, которые приносили жертву, очень хорошо понимали, что прощение имеет цену и что грехи не могут забрать животное. Очень ясно становилось то, что жертва животного не может быть подходящей платой за грех человека. То есть люди понимали, рассуждали, думали, что грехи человека может понести только человек. Далеко не любой человек. Вместо грешных мог умереть только тот, кто сам был без греха. Итак, текст говорит о том, что примирение необходимо. Текст говорит о том, что примирение происходит путем обмена. Наши грехи, они переходят на Иисуса Христа, а его праведность переходит на нас. И далее текст Священного Писания говорит, что есть результат или есть действие вот этого примирения. Это то, что можно назвать результатом или действием примирения, а можно назвать освобождением. В каком смысле? Смотрите, опять, как интересно пишет апостол Павел, это 19 стих. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. Дал нам слово примирение. Давайте обратим внимание на слово «вменять». В русском языке, ну, как-то мало пользуемся этим словом, но все-таки значение следующее – дать оценку чему-то или засчитать. Опять немного поможет нам с вами язык оригинал. На языке оригинала какое значение имеет это слово, имело это слово, слово «вменить»? Очень просто – составить список или держать в памяти, или просто иметь в виду. Братья и сестры, в каком смысле мы получаем освобождение? Если прочитать внимательно этот библейский текст, мы делаем вывод, что Бог в своей памяти не держит грехи человека. Бог в своей памяти не держит ваши грехи. Вы можете как-то по-особенному об этом подумать. В своей памяти Бог больше не держит грехи человека. Это настоящее освобождение, не так ли? Это самое настоящее освобождение. Конечно, очень важно правильно понимать то, что говорит Священное Писание. Очень важно правильно понимать апостола Павла. Этот текст далеко и совсем не говорит о том, что грех человека не имеет значения перед Богом. Библейский отрывок об этом совсем не говорит. Напротив, Священное Писание говорит, что каждый грех человека Бог учитывает. Бог учитывает каждый грех человека. Каждое дело, которое называется греховым человеком, будет отвечать за него. Грех человека и грехи человека учитываются. Именно поэтому апостол Павел говорит, что Бог во Христе примирил с собой мир. Бог не считает грехи тех, кто верит в Иисуса Христа. Почему же Он не считает наши грехи? Почему же Бог не держит список наших с вами грехов? Почему в памяти Бога нет наших с вами грехов? Потому что все наши грехи Бог вменил своему Сыну. Все наши с вами грехи Бог вменил своему Сыну. Это сердце Евангелия. Это сердце Евангелия. Сын Божий стал человеком, чтобы была, возможно, жертва за грех. Не знавший греха, стал грешником и понес суд Бога. Наши грехи становятся его грехами. Опять Писание говорит, что его праведность становится нашей праведностью. Поэтому мы должны понимать, что Бог ведет учет всех моих грехов, только не считает их против меня. Он считает мои грехи против своего Сына. В действительности, всякий раз, когда мы протягиваем свои руки к Богу, они пустые. В наших руках никогда не может быть чего-то такого, что удовлетворило бы Бога. На что Бог посмотрел и сказал, я тебя принимаю. Кроме праведности нашего Господа Иисуса Христа. Еще раз, что можно сказать о прощении грехов человека. Знаете, вот в Священном Писании опять есть вот такое понятие, которое считается объективной виной человека. Что это такое? Я думаю, вы поймете. Знаете, вот естественным и неизбежным результатом грехов и преступлений человека перед Богом является виновность человека. Вот в каком смысле виновность? А виновность или наличие вины? Но опять, когда мы читаем Священное Писание, когда мы рассуждаем о служении Иисуса Христа, очень важно понимать, что виновность или наличие вины – это не чувство человека. Виновность или наличие вины – это не чувство человека. Библия говорит, это состояние человека перед Богом. Виновность или наличие вины – это состояние человека перед Богом. Ну, дело в том, что есть много людей, которые совсем не чувствуют себя виноватыми перед Богом. Есть много людей, которые совсем не чувствуют себя виноватыми перед Богом. Напротив, скажут, мы довольно неплохие люди. То есть такое не должно удивлять нас с вами. А можете себе представить, ну, что вы пришли в тюрьму, и вот вам дали возможность спросить людей, которые находятся в тюрьме, и вы их спрашиваете, скажите, чувствуете ли вы себя виноватыми? Как вы думаете, сколько процентов вам скажут, что мы виновны? Очень маленький процент. Может быть, 90% скажут, что мы далеко не чувствуем никакой вины. То есть виновность или наличие вины – это не чувство, это состояние. Вы знаете, если вернуться в зал суда, то судья выносит обвинительный приговор. Он не спрашивает осужденного, чувствует ли он себя виновным или нет. И приговор совсем не зависит от чувства вины этого человека. Судья просто объявляет приговор и говорит, что обвиняемый призван виновным в совершении преступлений. И теперь виновен, и теперь с ним будут обращаться соответствующим образом, независимо от того, чувствует он это или не чувствует. Чувствуют ли себя люди виновными – это не главный вопрос. Мои чувства или недостаток, или отсутствие этих чувств не увеличивают и не уменьшают мою вину перед Богом. Поэтому виновен – это прежде всего положение человека перед Святым Богом, а не просто чувство человека. Но вы знаете, вот в чем заключается чудо Евангелия, чудо действия Господа на сердце человека? Чудо Евангелия заключается в том, что Бог работает с человеком. Попробуйте вспомнить, как вы обратились к Богу. Может быть, знакомство, вполне возможно, что знакомство наше с вами, с Евангелием, особенно если вы выросли в христианской семье, оно начинается без очевидного осознания вины. То есть, если дети растут в наших семьях, они чувствуют себя безопасно. Они чувствуют себя безопасно, и может казаться, что ничего плохого в них нет. Воспитанные дети делают то, что говорят родители, ходят на богослужения, молятся, читают Библию и так далее. Но очень часто, когда Бог работает в сердце человека, приходит такое время, когда наконец-то в сердце появляется беспокойство. Не так ли? Беспокойство, которое потихонечку переходит к осознанию греха, а затем к более глубокому ощущению своей вины перед Богом. Именно так Бог работает с человеком. Вы знаете, для чего? Именно таким образом Бог работает с человеком для того, чтобы привести его к вере в Иисуса Христа. Бог должен привести человека к личности Господа. Ведь основанием нашей веры должно быть Евангелие. Основанием нашей веры должно быть Евангелие. Основанием нашей веры должно быть осознание того, что мы помилованные грешники. Основанием нашей веры должно быть осознание того, что вина снята. Мы освобождены от вины греха и от чувства вины, которым томит нас наша совесть. Основанием Евангелия считается то, что теперь мы можем начать жить в присутствии Бога. Основанием веры считается и то, что Бог принимает нас с вами, как своих сыновей и дочерей. Я думаю, это и есть настоящее лечение для человека. В каком смысле лечение? Дело в том, что Бог не скрывает вину человека, а очень ясно работает с человеком и говорит, и приводит его к пониманию, что ты виновен. Виновен и достоин наказания. Но есть путь избавления от вины, и это путь прощения грехов человека. Это часть благой вести. Бог может простить любой грех человека, и Бог хочет простить любой грех человека. Можем ли мы быть праведными в глазах Бога? Можем ли мы быть праведными в глазах Бога? Священное Писание очень ясно говорит нам да. Да, мы можем быть праведными в глазах Бога. Единственная праведность, с которой Бог принимает человека, это праведность Иисуса Христа. Есть очень интересный образ, который использует Священное Писание для того, чтобы показать, ну что такое праведность Иисуса Христа. Это образ одежды. Но если вы помните, очень интересно, Библия говорит о первых людях, которым Бог дал такое место, Эдемский сад. И помните, как интересно пишет Моисей, что они не имели одежды и не стыдились, не так ли? И затем, когда вот пришел грех, вот самое первое чувство, которое посетило этих людей, то есть как они поняли, что они согрешили, им стало стыдно. И начали убегать, и начали скрываться, и начали прикрывать свою ноготу. Первое, когда Бог пришел, первое, о чем Он позаботился, Он позаботился о том, чтобы у человека была одежда. Именно в смысле одежды Священное Писание говорит нам о праведности Христа. Братья и сестры, мы сегодня стоим перед Богом. Знаете, почему нам не стыдно? Потому что мы одеты в праведность Христа. Это единственная праведность, единственная одежда, в которую Бог принимает нас с вами сегодня. Праведность Господа, вы знаете, она очень подходит каждому из нас. Нет такого человека, на которого праведность Христа не подошла, чтобы жало, или давило, или не подходило. Праведность Господа, Его благодать, Его милость, Он покрывает все наши с вами нужды. Все наши изъяна, Он покроет. Когда Бог смотрит на нас с вами, братья и сестры, Он видит праведность Своего Сына. И Он говорит нам, входи, потому что я вижу на тебе праведность Моего Сына. Понимаете, как нужно нам с вами правильно понимать Евангелие? А знаете, почему это важно, правильно понимать Евангелие? Потому что Евангелие имеет силу проникнуть в нашу душу, глубоко в нашу душу. Евангелие имеет силу влиять на нашу с вами жизнь. Поэтому важно сегодня верующему человеку слушать Евангелие, слышать Евангелие, чтобы дать оценку своему состоянию, как глубоко это Евангелие живет во мне. Как глубоко Евангелие живет в вас, братья и сестры. Живет ли Евангелие? Действует ли оно во мне? Дело в том, что именно об этом говорит наш с вами библейский текст. Евангелие не только освобождает нас с вами от вины перед Богом, Евангелие преображает нас с вами, преображает все стороны нашей жизни, В 17 стих Павел говорит, кто во Христе, тот новое творение. Кто во Христе, тот новое творение. Конечно, мы с вами еще все остаемся людьми. Но соединяясь с Господом Иисусом Христом и через Христа, мы входим в новый мир существования. Совершенно другой мир, совершенно другой порядок существования. Как-то приводил этот пример, давно уже мы когда были в Казахстане, там есть в репцентр, где несет служение, вот брат-служитель, сам бывший алкоголик. Вы знаете, когда он делился с нами и говорил о том, ну как произошли изменения в его жизни, он очень просто сказал, знаете, вот я зашел в виноводочный магазин и посмотрел на там вино, водку. Я, говорит, понял, что для меня все это чужое. Евангелие преображает нашу с вами жизнь и преображает очень и очень глубоко. Кто во Христе, тот новое творение. Дело в том, что мы с вами находимся в новом месте. Мы с вами дышим новым воздухом. Мы все видим новыми глазами. Потому что нам надо новое сердце. Мы попадаем в новое общество. У нас есть новая цель. Новое и славное будущее. Потому что мы с вами вошли в новое творение. Павел говорит, древнее прошло, теперь все новое. Можете себе представить, насколько ценным для нас с вами является обмен голгофы? Когда наши грехи перешли на Господа, а его праведность перешла на нас с вами. Праведность Господа Иисуса Христа на нас с вами. Но опять Священное Писание говорит, это удивительный обмен. Но это только начало всех обменов. Это только начало. Смотрите, как пишет апостол Павел в 16 стихе. Отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. То есть первое и самое непосредственное у нас теперь другое представление об Иисусе Христе. Начало всех обменов на голгофе. У нас другое представление об Иисусе Христе. Теперь Он для нас Господь и Спаситель. Теперь мы любим Его, мы доверяем Ему, мы живем для Его славы. Но в этом обмене есть еще одно измерение, новое отношение к себе. Мы с вами это отметили. Павел говорит, чтобы Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Раньше мы жили для себя, но теперь, Павел говорит, вы живете для Христа. Наши собственные желания и планы, они теперь второстепенны. Воля и желание Иисуса Христа, слава Христа, это теперь первостепенно для нас с вами. И это, Павел говорит, не все. Теперь есть и другое, новое отношение к окружающим людям. Павел говорит, что отныне мы никого не знаем по плоти. Обратите внимание, что Павел рассматривает это как логическое действие Евангелия отныне. То есть, получив примирение с Богом, личность Иисуса Христа, любовь Иисуса Христа к нам побуждает нас перестать оценивать других людей мирскими стандартами. Мы начинаем видеть людей, как если бы смотрели на них глазами Бога. Все это от Бога говорит нам апостол Павел. Я думаю, вы обратили внимание, что все-таки мы с вами прочитали, не остановились на конце пятой главы, а прочитали еще два стиха шестой главы. То есть, не всегда изучение отрывка должно прерываться делением на главы. Дело в том, что первые два стиха шестой главы в действительности оставляют заключение того, что апостол Павел говорит в пятой главе. «Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия нечетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Я думаю, очень легко заметить, ну, какая-то срочность в словах апостола Павла. То есть, он как бы не то что торопит человека, но он предупреждает быть очень осторожным в том, что происходит в вашей жизни. Скорее всего, у Павла был очень богатый опыт. Он достаточно много видел людей, в сердце которых начинал работать Дух Святой. И он видел достаточно многих людей, которые откладывали принятие решения на другой день. Помните, вот этого правителя Феликса, о котором говорит книга «Деяния апостолов», который слушал Павла. Очень нравилось слушать его, и затем он просто ему сказал, «Уходи, а потом, когда я найду время, я позову тебя опять». В нашем отрывке апостол Павел предупреждает, что возможность действия Бога в нашей жизни может не повториться. То есть, почему это важно? Почему срочно? Потому что самая большая потребность человека – обменять свой грех на праведность Иисуса Христа. Самая большая потребность человека – насущная нужда каждого из нас – обменять свой грех и свою вину на прощение и на новую жизнь в Иисусе Христе. И поэтому Павел говорит, когда Бог призывает человека разумно ответить незамедливо. И последнее, о чем хотелось бы сказать, ну, конечно, слово, которое всем нельзя пропустить. Апостол Павел в первом стихе шестой главы говорит, «Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья нечетно была принята вами». То есть, все это время, выше, о чем мы с вами рассуждали, Павел говорил ни о чем другом, как о благодати Бога, которую принимает человек. Есть ли что удивительное в благодати Бога? Есть ли что удивительное в благодати Бога? Знаете, отвечая на этот вопрос, из этого отрывка мне хотелось бы отметить следующее. Удивительен для меня призыв Евангелия. Знаете, братья и сестры, Павел, вот такой вот призыв, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Вот в чем был смысл служения апостола Павла? Что он хотел сказать людям? Обратите внимание, он не говорит, Бог хочет, чтобы вы стали другим человеком. Бог хочет, чтобы вы стали другим человеком, но это не Евангелие. Евангелие в том, братья и сестры, что Бог хочет, чтобы мы приняли дар. Евангелие заключается в том, чтобы человек принял дар. Дар Иисуса Христа. Это удивительно, не так ли? Это самое удивительное, братья и сестры. Бог не требует от нас того, чтобы мы что-то сделали. Евангелие не в том, чтобы мы с вами что-то сделали. Благодать Бога не в том, когда мы что-то делаем. Благодать Бога в том, когда Он сделал это для нас. Я думаю, об этом мы с вами достаточно рассуждали. Мы поблагодарим Бога за Его милость, за Его Евангелие и за благодать. Аминь. Помолимся.